Почему у детективов всегда есть работа? Да потому что люди не хотят разговаривать друг с другом. Им проще обратиться к постороннему человеку, который выяснит правду и предоставит факты. Не поговори с человеком с глазу на глаз, а получив на руки свидетельство измены. Такова человеческая натура, а значит работа у нас будет. И вот следующая история. В хроники измен обратился Илья. Ему 25 лет. С супругой они женаты 3 года. Он подозревает ее в измене. Она работает на дому, имеет собственный интернет-магазин. Ника – девушка видная и фигуристая. Познакомились они в фитнес-клубе. В последнее время ведет себя отстраненно, избегает близости. В красный момент просто все поменялось. То есть она от меня отдалилась полностью, про меня охладела. Никакой близости той, которая была раньше между нами, уже нет. Мне кажется, у нее кто-то есть, кто по стороне. Понятно. Может быть, какие-то конкретные факты замечали, что это в ее поведении? Ну да, ну вот опять же то, что она отдалилась, потому что в один момент просто это все произошло. И другое – она стала очень тщательно прятать от меня свой телефон. Она везде подоставила пароли на всех социальных сетях, на компьютере, на телефоне. Везде. Я когда пытаюсь взять телефон у нее, там чуть ли не до истерики доходят. Постоянно с криками, с руками убрывают у нее телефон. Такого никогда не было. То есть я всегда мог позволить взять ее телефон. Она очень любила, когда я ее фоткал на ее телефон. А тут просто, знаете, в один момент все резко поменялось. Нам нужно будет какое-то время, часа два, для того, чтобы установить камеры. Мы подъедем, мы все сделаем. Ну вот как раз в фитнесном примерно такое время уходит. Отлично. Да, тогда я вам напишу, сообщу. Договорились. Все, хорошо. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детективы устанавливают слежку за Никой. Девушка работает дома, у ноутбука, решает дела своего магазина по телефону, валяется на кровати, копается в телефоне, но в общем никаких событий, намекающих на измену, нет. Ника собирается, выходит из дома днем и куда-то идет. Ника заходит в магазин, там она покупает вино. В квартире раздается звонок. К ники пришла ее подруга. К ники пришла ее подруга. Ты понимаешь, что между мужем и женой, что должно происходить, понимаешь, нет? О чем нет? А-а-а, я догадываюсь, да? Ничего не происходит, интересно, абсолютно просто. Почему? Слушай, у вас была такая любовь, вы такие счастливые выходили замуж, женились. Я вообще не знаю, что делать, это просто... Знаешь, мне даже уже просто интереснее смотреть фильмы, там, не знаю, находиться где угодно, но только не с ним. Не с ним на одной территории, потому что когда мы с ним вместе, конечно, он хочет секса. Но какого можно... Ничего бы не хотеть, я даже хочу быть интересным, спасибо. Ты просто реально сексуальная, как тебя можно не хотеть? Ты бы хотела чего-то новенького? Ну, не с ним, понимаешь? Ну, конечно. Ну, не с ним, а с кем мы с ним? Ну, зачем с ним, если он такой скучный? Слышно. Что ты имеешь в виду? Тогда я еще выпью, я хочу тебе кое-что рассказать. Это вообще просто... Ну, когда... Что? Сейчас выпью и расскажу. В общем, слушай. Слушай, меня жарко стало. Что-то случилось. Даже не знаешь, чего начать. Ты кого встретила? Встретила. Не то, что встретила, а попробовала. В смысле? Ну-ка, давай рассказывай. О-о-о! Где? Это невероятное, просто обалденное ощущение. Ну, давай, раздай, у меня еще сильнее. На моем фоне это буйки. Давай, еще? Ну, давай, что? Давай, 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 я что? Даю, даю. Что? Что? В общем, сходила я как-то тут в клуб. Когда тебя звала, ты не могла, все как раз с ним сидели там. Познакомилась. С двумя парнями. Обалденное. Слушай, это вообще не может. И что? И кто тебе из них понравился? Красивые. С кем был? Накаченные, сексуальные, спортивные. Ммм. Что было? Что? Ну, когда мы выпили, потом еще выпили. Потом потанцевали. Так. Втроем. Так. Я была между ними. Представляешь, да вообще. Такие ощущения меня это так возбудило. А потом, а потом я решила попробовать. Ну, с собой. В общем, да, это был нереальный секс. Да. Но троих. С родственник в клубе. Это просто. Это такие ощущения. Или вы сразу в краю? Ну, как бы, да. Я не знаю. Я не знаю, как это произошло, но это было просто умопомрачительно. Это было восхитительно, великолепно. Я не знаю. Это был экстаз. У меня такого никогда не было. Понимаешь? Я вот до сих пор, вот сейчас от меня все... Вы как? Сначала с одним, потом с другим? Да нет. Ну, как-то они с двух сторон меня обхватили. Такие могучие. Такие сексуальные. Ты бы видела. Такие подтянутые. Не вот эти среднестатистические ходят по улицам. Нет. Вообще, такие парни сочные. О-о-о. И вот эта вот гора с одной стороны, гора с другой стороны. И они меня зажали. И как в тиски. И прям давай меня. Боже мой, ты не представляешь. Какие-то ощущения. Ты не представляешь. Какая-то страсть. Какие-то вообще... Ты не хуй мог на тачках позвонить. Я думаю, что тебе тоже бы не мешало к нам присоединиться. Как ты думаешь? О-о-о. Да ладно тебе, не бойся. Я же буду рядом. Я уже это пробовала. И я думаю, тебе это тоже очень понравится. Вообще, зачетные ребята. Здоровые спортсмены. Красавцы, воспитанные, культурные. При деньгах. Да? Угу. Ну, подумаю, моя девочка. Я сейчас в шоке. Я тоже была в шоке. Но после клуба они хотели меня проводить до дома. До самой квартиры. Черт. На ноги мы еще немножко закинули шапусиком. Ну, и повторили. Ты представляешь? Да. Да еще как. Боже мой. Я не могу тебе смотреть ни на один предмет в моей квартире. Не все это не на предмет. Да. Потому что это был такой ураган страстей. Мы просто разнесли пол дома. А есть какие-то контакты по себе остались? Да, конечно. Все. Поддерживаем друг друга. Переписки. С утра доброе утро. Милый доброе утро. У них все хорошо. Они в восторге. Я думаю, что они будут в двойном восторге, когда к нам присоединится такая очаровашечка, как ты. Когда ты была смелая раньше, ну ты чего, встряхнились. Друзь ты эту рутину. Нафиг. Ну, конечно, просто эти вот четыре утра. Просто надоело, знаешь, такое примитивание. Слушай, жизнь дается один раз. И надо ее прожить на полную катушку. На полную. Понимаешь, ты должна кайфовать. Ты должна наслаждаться вот этим. Ну, я не знаю. Это непередаваемое ощущение. Илья, добрый день. Есть новости, нам нужно встретиться. Во сколько? Хорошо, давайте. Все. Ну, смотрите. У нас для вас есть небольшой фрагмент видео из вашей квартиры. Ваша жена Ника была дома одна, потом к ней пришла подруга Маша. А, Машку, да, конечно. Вот. У них состоялся некоторый разговор, и я хотела бы сейчас вам показать вид. Да, это был нереальный секс. Да. Но в других. В советских клубах. Это просто. Это какие-то ощущения. Его сразу в краю? Ну, как бы, да. Да, это просто. Что за бред? Да, сейчас я на паузу поставлю. Смотрите. Это Маша рассказала Нике. Какой вот интересный историк. Но. Там есть продолжение. Готовы послушать продолжение? Давайте. Я думаю, что они будут собирать войну и восторги. Когда. Когда присоединиться такая. Машечка, как ты. Когда ты была смелой раньше. Чувак. Так, все. Я ставлю на паузу. Смотрите. Самое главное не делать поспешных выводов сейчас. Шокирующая информация, я согласна. Такой опыт далеко не у каждой девушки есть. Вы Машу хорошо знаете? Оказывается, нет. Я думаю, у нее хотя бы что-то здесь есть. Ну, смотрите. Маша свободная девушка, правильно? Ну, Маша-то свободная. А Ник это нет? Это женские разговоры. Девочки такое обсуждают. Ничего себе. Давайте вы не будете делать выводов сейчас, потому что это только разговор, только слова. Можно предположить, что Ника, например, Маше не отказала. Или там, не назвала ее идиоткой. Просто из женской солидарности. Ну, правда, она ее подруга, она не могла ей сказать, может быть, такого. Еще ничего не произошло. То есть, еще нет повода. Понимаете, еще нет повода. Мы не можем ее ни в чем подозревать. Поэтому у нас к вам просьба. Могли бы вы сейчас успокоиться, не злиться на Нику, и вести себя как обычно. В общем, не выдавать себя. А мы продолжим наблюдение. Нам нужно понимать, что будет дальше. Как только мы что-то новое выясним, мы сразу же с вами связываемся и принимаем решение, что делать дальше. Самое главное, чтобы сейчас вы себя не выдали. Да, хорошо, я понял вас. В один из дней Ника надевает сексуальное белье, явно собираясь на какое-то свидание. Алло, привет, что ты делаешь? Я собираюсь. А ты собираешься еще, нет? И через сколько? Да, уже так скоро, нифига себе, тогда я ускоряюсь. У меня ускоряется или что? Как? Ну-ка давай, давай подробнее с этого места. Ну давай, ну ты че, блин? Давай, говори. Я красиво собираюсь. Да, надеваю черный лифчик. Я жду вообще все. Понятно, что сейчас кто-то приедет, но кто это? Парень, девушка, неизвестно. Алло, Илья. Есть информация для вас. Давайте увидимся. Хорошо. Хорошо. Служи, ты отлично Давай сначала с общего плана Снова прослышу Я тебе помогу его снять Ты что? Давай, давай, давай Сейчас шутка Понравил? Шутки с тобой Такие шутки Такие шутки Вот Так, спасибо, тоже убираем Не хватит, перестань сенимоваться Перестань пепелка Думаю, это будет не только Из разговора девушек понятно, что Ника попросила Машу сделать фотосессию, чтобы послать соблазнительные фотки Илье Посмотри, давай, иди сюда Иди сюда, иди сюда Аааа, давай посмотрим Да, давай, включим Слушай, мне кажется, от Илюши У меня вот это вот понравится Нет? Вообще без Илюхи Я не знаю Ему все понравится так же, как она Ну давай, тогда я сбрасываю себе на телефон Как это нормально Давай Да, давай Да, давай Ну что, вы наверняка получили фотографии Да, получил Я шокирован Признаться честно Потому что фотографии Откровенные Скажем так Мягко говоря так Таким образом мы поняли, что все, что Ника делала, она делала и делает для вас Она старается быть сексуальной единственной самой потрясающей женщиной в вашей жизни И, собственно, она пытается спасти ваши отношения Она считает, что у вас есть проблемы И мы стали свидетелями, поэтому ее Да, я согласен То, что На самом деле я рад, что все так именно получилось Потому что Никто никому не изменяет Все друг другу верны И это самое хорошее Ну вот тут неудобная ситуация, что сейчас вам придется признаться своей жене В том, что вы за ней следили Ну да Тут такая ситуация Да, и даже не только вы, а мы То есть, что она была под камерами Находили с некоторыми людьми Ну Но признаться в любом случае стоит Потому что Это, по крайней мере, будет нечестно по отношению к ней Хорошо, вы готовы? Тогда прямо сейчас мы вместе с вами пойдем И обо всем ей расскажем Да, пойдемте Я прошел Здравствуйте 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 Я щас тебе все объясню Почему Вы меня снимаете? Смотри, я специально нанял этих людей Берите, пожалуйста, камеру от меня Щас ему берут камеры Пусть берут камеру. Я только тебе объясню. Я нанял этих людей, потому что мне показалось, что у тебя есть то-то на стороне, что ты мне изменяешь. Я что-то не знала, а повод? В последнее время ты... Ты постоянно... Зачем ты прячешь свой телефон? В смысле я его прячу? Там есть мои личные фотографии, там есть что-то еще. Сейчас это на всеобщее обозрение будем обсуждать. Ты не давал мне даже посмотреть. Просто время банально. Ты постоянно прятала телефон, как будто бы у тебя там что-то сокровенное, что-то важное. Илюш, это мой телефон. Там просто обычные фотографии мои личные, понимаешь? Но мы же с тобой муж и жена. Какие могут быть между нами с тобой сидеть? Я что, давала какие-то поводы на стороне или что-то с какими-то мужчинами? Может быть, разговорились? Прости, пожалуйста, мне просто так показалось. Но я убедился в том, что это абсолютно неправда. Прости меня еще раз этим людям. Илюш, давай, пожалуйста, убирай отсюда все это из дома. Я тебя прошу, давай, не будем выяснять все это при людях. Ты меня любишь, и ты мне сейчас вот это вот устроил. Я тебя люблю, прости меня, пожалуйста. Я реально, я неожиданно. Я просто не знал, что мне делать. Ну, если вдруг ты мне изменяешь, то как вообще с этим дальше жить? И возможно ли с этим вообще жить дальше? И сколько они за мной ходят? Они сейчас уже, у вас такое общение, что они сейчас стоят с камерами и снимают меня. Это уже давно продолжает? Поставили в квартиру камеры видеонаблюдения, чтобы удостовериться. Это только... Как ты мог? Это все ради нас. Уйди отсюда, пожалуйста. Не подходи ко мне, пожалуйста. Ника, прости меня, пожалуйста. Я очень виноват, прости меня, пожалуйста. Илюш, я не давала тебе повода. Я уже не стал, чтобы не делать. Мой телефон лежит всегда со мной, это не повод, понимаешь? Ты в последнее время ко мне абсолютно охладила. Я не охладила. Я оттиметра от меня. И так, как кошка с собакой, с углом руку бегаем. Илюш, убирай давай, пожалуйста, этих людей. Я не хочу больше, чтобы меня снимали. Все, все, сейчас я не буду. Я не буду выяснять, она совсем на камеру. Хорошо, хорошо, Илья, мы сейчас уйдем, конечно. Мы только демонтируем камеры. Илья, пожалуйста, пожалуйста. Можно мы очень быстро заберем камеры и уходим. Да, убирайте камеры. Да, извините. Учебки, пожалуйста, не трогай меня. Часто подозрения в измене имеют под собой основания. И отделаться от навязчивых мыслей очень трудно. Жена стала ухаживать за собой, краситься, покупает новые вещи, записалась на спорт. Подозрительно. Но не происходит ли это от того, что муж стал уделять ей меньше внимания? Девушка просто боится потерять любимого человека. Самый очевидный показатель измены – это отсутствие общения. Разговаривайте друг с другом, и вы решите свои проблемы в отношениях. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!